Главные герои этого видеодетектива то исчезают из вида, то появляются в магазинах. Золотые клубни на полках, жесткие не для зубов, а для кошелька. Вот морковь по 119 рублей, рядом томится картошка за 59. Есть и почти рекордная стоимость картофеля. Этот пакет мытых корнеплодов для варки обойдется в 209 рублей. В соседнем сетевом маркете борщевой набор подешевле. Морковь 74, картошка 47. Но зато царица борща свекла по 98. Правда, она есть не везде. На этой полке на рубль дешевле, но осталось несколько штук. Как говорят сотрудники сети, дефицита нет, есть спрос. Запасы есть, ручки? Отлично. Все, все не привозили. Один из самых крупных рынков Саратова в районе Семной площади. Вокруг ковер из разных красок овощных культур. Выбор на любой вкус и кошелек. Цены при этом не особо низкие. Родиной урожая называют Краснодарский край. При обилии предложений нет свеклы. Она все же нашлась и только в одном уголке овощного лабиринта. Если примониторить российские новостные интернет-издания, аналогичная ситуация, дефицит плюс цены наблюдалось повсеместно. Вопрос в конечном итоге прозвучал на прямой линии с президентом. У нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а как правило, из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. При этом расти цена на овощи продолжает на протяжении последних нескольких лет. В СМИ даже опубликован график. Движение компьютерной мыши отражает колебания с 2015 по текущий год. К примеру, морковь поднялась с 50 рублей до 59. В региональном Минсельхозе тоже следят за ценами, но не за розницей, а отпускными у производителей. 4 апреля мы как бы отдавали нашим сельхозным производителям на реализацию морковь. Отпускная цена была 14 рублей за килограмм. Вот, если смотреть по картофелю, это тоже в апреле месяце мы уже как бы отпускали картофелю, и здесь наш сельхозный производитель отдавал ее по 13,7 рублей за килограмм. Что касается лука и капусты, это вот последние отпускные цены были у сельхозного производителя в июне месяце по 22 рубля за килограмм. Как говорит первый замминистра, ключ к расследованию лежит на овощном складе, но и его нет. Проще говоря, мы производим овощей больше, чем можем сохранить, и фермеры вынуждены все быстро распродавать. На сегодняшний день мы сможем хранить порядка 81 тысячи тонн в наших хранилищах. Это о чем говорит? Это производим более 300 тысяч тонн овощей. Это говорит о том, что как бы эта ниша по хранению, она как бы полностью еще до конца не раскрыта. Ее необходимо нормально развивать. Чтобы нам в течение года вести нормальную ценовую политику по отпускным ценам от сельхозтоваропроизводителя на сельхоз нашу продукцию, она должна очень хорошо храниться до начала года. Наш же сельхозтоваропроизводитель большую часть своей продукции старается реализовать ее осенью, когда ее вырастили. Отсюда у нас и невысокие цены, да, и потом, когда как бы у нас происходит небольшой дефицит в овощах, здесь как бы, скажем так, те коммерческие структуры, которые играют на этом рынке, да, они как бы пользуются моментом, пользуются и тем самым извинчивают ценовую политику. Это зеленеющие свежими всходами поля в Энгельском районе за поселком Новопушкинский. Андрей Чудинов возглавляет это хозяйство больше 12 лет. На 150 гектарах растут картофель, морковь, лук, свекла и капуста. Все они требуют тщательного ухода. В первую очередь это полив. Рабочих немного. С этим сейчас тоже дефицит. Коронавирус закрыл границы для приезжих тружеников. Коренные жители идут на поля неохотно. Он показывает склад. В 2017 он построил его за 18 миллионов рублей. Автоматика здесь поддерживает систему вентиляции. Этот склад набивается высотой 4 метра полностью и продувается. То есть вентиляторы настолько мощные и воздуховоды раскладываются в определенном порядке, чтобы правильное везде было одинаковое давление воздуха, чтобы выходило в виде факела до самого верха. Сейчас он пустой. Совершенно верно. Здесь хранение отличное, поэтому заканчивается в последнюю очередь примерно где-то первых часов мая. То есть пуст он уже давно и этой продукции нет и на прилавках. Новый урожай Андрей Чудинов прогнозирует к началу августа. Помимо своего склада еще 5 он берет в аренду. Возвращение к советской практике единых овощных баз он считает анахронизмом. Это тоже не решение вопроса, потому что обезличить овощ нельзя. Кто-то вырастил такой лук, который у него выход 90% весной и только 10% брака, а у кого-то больше и так далее. Его обезличить нельзя. А построить общий склад, делить как-то его между фермерами, я думаю, что это не выход. Единственное, что я вижу, подарить нам тоже никто не подарит. А вот выдавать кредиты именно долгосрочные под небольшой процент, вот это был хороший выбор. Потому что у нас есть площади, где построить. То есть на своей базе я могу еще разместить. С удовольствием бы построил бы еще. Также на дефицит повлияло и еще одно веяние современности. Во многих семьях и по сей день есть собственное овощехранилище. Это забытые погреба, где сейчас тоже дефицит овощей. Ими просто уже не пользуются. В последнее время культура хранить овощи в погребе практически полностью исчезла. Раньше так называемый суповой набор хранился здесь. Картошка, свекла, морковь и лук. В случае необходимости человек приходил в погреб и забирал. Сейчас же он ходит только в магазин. Александр Степанов был министром экономики Саратовской области в 96-м году. Сейчас общественный деятель вспоминает, что и раньше подобные ситуации с ценами уже были. Тогда виной всему были слухи о неурожае. В нынешней ситуации разбираться должны контролирующие органы и сотрудники его бывшего места работы. Что я бы хотел как житель, как обыватель, я не располагаю сейчас данными, достаточными для того, чтобы как экономисту сделать выводы. Поэтому я считаю, что это интересно не только мне, а, наверное, и всем жителям, за счет чего это произошло. И есть ли возможность повлиять на ситуацию. Наверное, я думаю, тут свое слово должны сказать антимонопольные службы, Министерство экономики, которое курирует торговлю, и овощную торговлю курирует Минсельхоз, которые также должны в этой ситуации разобраться. Современный министр Андрей Разборов вспоминает удар ниже пояса, недавнее повышение цен на яйца. Ситуация выправилась. Он вторит президенту в причинах повышения цен на овощи. Старый урожай кончился, нового нет, импорт царствует на полках. Но нет ни слова про завышенные аппетиты продавцов. Две-три недели назад у нас на рынках, в магазинах был представлен, как правило, мытый, калиброванный товар, и заведенный в основном из Азербайджана. Ну, соответственно, с учетом логистики и сыграло роль в определенном повышении цены. Не было ли необходимости обращаться в тот же УФАС, в связи с таким резким скачком цен, ну и вообще в соответствующие контролирующие органы с точки зрения правомерности, не знаю, такого резкого повышения? Нет, мы мониторили ситуацию, во-первых, с оптовыми ценами, которые складываются на крупнейшие опты в площадках страны. Тот уровень торговой наценки и та логистика, ну, наверное, и обосновывали цену, которую мы видели на прилавках, наверное, от 90 рублей за килограмм. Но, опять же, хочется сказать, что, учитывая прогноз на урожай, учитывая начало сбора овощей как на территории Саратовской области, так и за ее пределами, мы ожидаем нормализацию ситуации в ближайшее время. Сейчас вся надежда на выход из овощного лабиринта. Это новый урожай. Как говорят в Минсельхозе, Краснодарский край уже серьезно снизил отпускные цены на морковь. Хотя на рынках уже давно появились мешки с дорогими овощами. Продавцы тоже их называют новым урожаем. И, как ни странно, тоже из Краснодара.